Чем можно помочь себе для улучшения зрения самостоятельно? Что нужно делать в домашних условиях? Как усилить эффект? Обо всем этом вы узнаете из нашего выпуска. Мало кто из нас задумывается о том, что глаза это важный орган, который нуждается в своеобразных и регулярных, но очень простых тренировках. Освоить методику их выполнения вы можете уже сейчас, пробуя выполнять упражнения во время просмотра ролика. Первое – это моргание в течение одной минуты. Процесс открывания и закрывания глаз необходим для увлажнения слизистых оболочек, очищения от мелких загрязнений и отдыха от солнечного или искусственного света. Если частота моргания будет постоянно недостаточной, это будет приводить к ухудшению зрения, воспалительным процессам и чрезмерной усталости глаз. Для выполнения такого упражнения следует быстро смыкать и размыкать веки, но без напряжения. При частом повторении описанных действий глаза привыкнут к новому режиму моргания, а это станет залогом длительного сохранения хорошего зрения. Особенно полезным оно будет для тех людей, чья профессиональная деятельность требует повышенного внимания к окружающей обстановке и другим мелким деталям. Второе – это взгляд в одну точку перед собой, удерживать внимание на которое необходимо с одновременными поворотами головы из стороны в сторону и вверх-вниз. Продолжительность может составлять от 30 секунд до 1 минуты, в зависимости от вашей занятости в данный момент. Третье – это отведение взгляда вправо и влево попеременно. При этом делать движение нужно медленно и без чрезмерного напряжения глазодвигательных мышц. Продолжать следует также на протяжении 1 минуты. Четвертое – отдых после предыдущего упражнения. Когда закончится его выполнение, рекомендуем прикрыть глаза на некоторое время. Это позволит им отдохнуть, а слизистым оболочкам повторно увлажниться. Думать желательно о чем-нибудь особенно приятном для вас. Оставаться в таком положении необходимо минимум 30 секунд. Пятое упражнение – это отведение взгляда в разные стороны, затем вращение глаз по часовой и затем против часовой стрелки. Завершить упражнение нужно рисованием горизонтальных восьмерок, спешить при этом не следует. Сосредоточьтесь на ровном движении глаз. Шестое упражнение – фокусировка на дальнем и более близком предмете. Чем больше будет расстояние между ними, тем сильнее будет напряжение глазодвигательных мышц. Для максимальной эффективности можно подойти к окну и прикрепить небольшой стикер к стеклу. Затем переключать внимание с него на значительно более далекий предмет, стараясь рассмотреть его в мельчайших деталях. После этого сразу посмотреть на стикер перед глазами и повторить эти действия несколько раз. Упражнение хорошо тренирует систему фокусировки, а после выполнения приводит к выраженному расслаблению глаз. Седьмое – смыкание и размыкание век. Но после закрытия необходимо зажмуриться, а через несколько секунд широко распахнуть глаза. Повторить такие действия следует около 10 раз. Результатом станет активизация кровообращения, тренировка мышц и избавление от привычки щуриться. Восьмое – это своеобразный массаж височной зоны кончиками пальцев. Он позволяет усилий ток жидкости внутри глаза. Для его выполнения расположите пальцы на висках и начинайте сжимать голову, чередуя надавливание и расслабление по 2 секунды до 10 раз. Девятое – это рисование больших геометрических фигур взглядом. Начните с треугольника. Продолжите квадратом и затем кругом. Повторив каждую из них около пяти раз, можно перейти к более сложным фигурам. Например, трапеция или параллелепипед. И десятое упражнение. Вам потребуется закрыть глаза и начать поднимать и опускать зрачок вверх и вниз, имитируя перемещение взгляда. В сочетании с опущенным веком в этом случае эффективно тренируется круговая мышца глаза, ответственная за нормальное смыкание век во время сна, например, а также за другие важные функции. В частности, за свободный отток слезной жидкости. Чего можно ожидать? Уже через одну неделю вы заметите положительные изменения. Для усиления эффекта рекомендуем дополнить рацион самыми полезными продуктами. С высоким содержанием лютеина. Например, это листовые овощи, жирная рыба, орехи и семечки, фрукты. Они окажут хорошее действие не только на глаза, но и будут оздоравливать весь организм в целом. Из-за высокой концентрации самых активных и важных веществ, витаминов, минералов и микроэлементов. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!